Что нужно иметь при себе для въезда в Польшу по биометрическому паспорту, либо же по польской рабочей визе. Всем привет, друзья, с вами Сергей, и сегодня я постараюсь вам кратко объяснить все эти моменты. Поэтому, если вам интересна эта информация, дальше смотрим в видео. А перед тем, друзья, как я начну, хотел бы вам порекомендовать присоединиться к нашей группе Viber, где мы, украинцы, обсуждаем нужные темы, отвечаем на нужные вопросы и также делимся своим опытом. Поэтому, если вам интересна эта информация, вы можете перейти по ссылке, которая будет в описании в этом видео, под этим видео, и присоединиться к нашей группе. Ну, а теперь к самому главному. Если у вас имеется биометрический паспорт, либо же польская рабочая виза, то для въезда в Польшу с Украины вам нужно иметь при себе рабочее приглашение. Также, нюанс, если у вас имеется копия приглашения, то вы тоже можете взять его и на границе оно подойдет. Но, есть один момент важный. Если у вас приглашение и там имеется цветная печатка с Уженда Працы, то рекомендую вам распечатать такое приглашение на цветном принтере, чтобы не было дополнительных вопросов на границе. Также нужна страховка. И в моменте, если вы открывали рабочую визу польскую, то она у вас уже должна быть. Ну, а в моменте с биометрическим паспортом вам нужно будет купить страховку, и эта страховка должна быть на весь период прибывания в Польше. Это еще, друзья, не все. Также вам нужно будет иметь при себе адрес и место для отбытия карантина в Польше. То есть, адрес, где вы будете отбывать самоизоляцию. Важно, что этот адрес должен быть в полном составе, вплоть до индекса. И этот адрес вы должны будете вписать на польской границе в специальную анкету. После чего, как вы уже выйдете с границы, у вас будет 48 часов для того, чтобы доехать до вашего места изоляции. Также я вам рекомендую иметь при себе определенную сумму денег, а именно не менее чем 500 злотых. Почему? Потому что пограничник может спросить у вас за деньги. Не всегда он спрашивает, но может спросить польский пограничник. И если у вас не будет в наличии денег, неважно какой валюты, то пограничник может вас вернуть назад в Украину и не впустить в Польшу. Поэтому лучше иметь при себе не менее чем 500 злотых. Этого достаточно будет для того, чтобы переехать польскую границу. Ну и в будущем, если у вас с работой не сложится, то будет определенная сумма для того, чтобы сменить работу, поехать в другое место, найти себе жилье или что-то подобное. То есть до первого аванса в Польше вам этого будет достаточно. Но если у вас есть больше денег, то вы можете их взять и без проблем поехать в Польшу. Напоминаю, друзья, что также вы можете сделать тест на антигены, либо же ПЦР-тест в Польше для того, чтобы не проходить карантин в Польше. Это вы должны сделать, если желаете, до 48 часов от пересечения польской границы. Результаты тестов приходят до 48 часов, иногда дольше. А теперь, друзья, вы у меня спрашиваете, зачем я говорю на русском. Хотел бы вам объяснить, что я хочу помочь большему количеству людей, которые хотят работать в Польше или же проживать, или же другие моменты, которые их интересуют. Поэтому, если вам нравится этот формат, пожалуйста, поддержите это видео лайком. Ну и не забудьте поделиться с друзьями. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы и дальше получать интересные свежие новости с Польши. Также и не свежие, но нужные. Ну а на сегодня, друзья, у меня всё. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.